всем привет друзья вы на канале карабаш 74 я ведущий евгений собственно сегодня у нас будет обзор на jcb fast track 3230 стоит два трактора сразу скажу они отличаются только резины больше ничем абсолютно то есть между ними никакого различия больше нет то есть здесь здесь у нас получается резина такой такой рисунок у резины здесь у нас такой больше никаких различий нет никаких абсолютно давайте давайте вкратце посмотрим я думаю что эти трактора прямиком приехали у нас из фермы естественно откуда же им еще приехать в принципе в принципе выглядит выглядит трактор достаточно неплохо ну естественно это же конверт как конверт может выглядеть плохо конверт не может выглядеть плохо в принципе так прислюняем обратно камеру и пересаживаемся естественно в кабину смотрим торпеда спереди стоит вот пашкина я имею ввиду но опять же опять же мне не видно ее то есть не тахометра не спидометра ничего короче не видать это с одной стороны хорошо с другой стороны как бы нахуй бы она не нужно здесь вообще вообще тогда ее убрать потому что ну зачем мне такая грубо говоря такая приборная доска которую я в принципе не вижу да то есть ну бред опять же бред сделан бред то есть можно было ее чуть чуть повыше поставить чтобы хотя бы стрелки можно было видеть ну а так мы нихера ничего не видим и автор в принципе видимо болт поклал положил и еще там что-то сделал руль крутится это замечательно но значит в том он тоже крутится так что нам по большому счету как бы да как бы да вот поехали разбираться с аддонами и я вкратце прочитаю в моде два трактора отличие только в колесах имеют имеют ну да и 29 своих плюс 5 стандартных аддонов свой груз свои звуки различные анимации различные анимации что значит блять слова различные анимации звуки и т.д. вот это вот различные анимации что это мать твою напиши какие анимации зачем то есть если если неохота перечислять тогда вообще не пиши про анимации что это значит различные анимации различные анимации подвески что ли на канал всех есть потому что это физический движок то есть ну я говорю опять же опять же здесь ну лишь бы написать лишь бы написать описывать конкретно ситуацию то есть не надо ну ладно хрен бы с ним внешний вид внешний вид в принципе это конверт и естественно выглядит этот конверт неплохо неплохо с конверт или так скажем да то есть поехали разбираться что это такое бочки баррель ну да в принципе колбочки есть есть же же будет плескаться это замечательно так это убираем это что такое это противовес по моему да требуется для установки фронт лодер да ну давай фронт лодер сразу посмотрим что это а ну да это как бы противовес то есть это гиря идет у нас и звук тоже в принципе подогнали сюда но это это хорошо это хорошо функционал есть погрузчик до захват функционирует поднять приспособу какую блять приспособующий а ну да понятно функционал полностью прописан это замечательно это зачет сразу сразу плюсую так скажем так надо эту хрень опустить пониже так вот поставим поехали дальше разбираться что там еще есть еще у него есть ни хера себе еще у него есть прицеп 4 4 очковый прицеп джоскин ясно поехали полный привод постоянен блокировка дифференциалов можно выключать включать шикает постоянно так 4 оча но я не вижу здесь своего груза то есть это стандартный дефолтный груз и бревна выглядят как шестигранник то есть непонятно по какой причине но они присутствуют и это здорово еще что то есть поиск функционала подожди поднять приспособу а какой понт от нее вообще от этой приспособности я понять не могу скинуть груз да грузится непонятно для чего то есть вот это приспособа ну типа она же есть ну пускай хотя бы так будет ладно хорошо да еще один есть ну я говорю это все прямиком из из фермы из фермы вот так я новое название придумал ферма так но опять же идет четырехочковый они 6 очков смотрим в 60 чей отлично 6 очков можем загружать приспособа я говорю она она вообще вообще отвратительно нахрен нужно вообще не ну действительно а для чего она поднять опустить приспособу приспустить штаны блять еще что то там что это блять вообще такое так но это весь дефолт идет у нас да 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 остальное все идет дефолт так фронт водор снимаем что это у нас спереди можно повесить противовес замечательно что дает ничего не дает а зачем он нужен еще один противовес что дает ничего не дает а для какого лешего я не пойму все эти приспособа нужны выровнять его что ли на на так баррельс это вес у нас идет это спереди вес где лапа то жди фронт водор нужен а для этого нужно поставить каунтер фронт водор вешаем но потому что здесь по факту больше не на что смотреть ставим этот прицеп то есть нет не этот прицеп давайте поставим вот это потому что 60 ч я думаю что это гораздо больше и еще нам надо эту приспособу поднять а во кузов все выгружает прикинь но я не очень то понимаю как это функционирует то есть я думаю что это вообще никак не функционирует замечательно так погрузчик поднимись задерем его чуть чуть повыше потому что ну сейчас поедем через гору и соответственно соответственно он нам может помешать блок диффа включаем сразу отлично 60 ч загрузили поехал но это максималка в принципе 60 ч больше этот трактор не перевозит ни хера стопа вперед вперед блин вперед лошадка сам по себе трактор неплох мне он на ферме всегда нравился и я старался всегда его на ферме покупать но но есть но то есть спинтайросе ну трактора как таковой они не очень-то актуальны потому что у нас есть грузовики которые перевозят весь этот груз и грузовик гораздо опциональнее мне кажется чем вот это вот уебище ну откровенно говоря извиняюсь за мат опять же потому что ну не знаю надо ли это мне кажется решать каждому потому что каждый со своей колокольни смотрит соответственно мы застряли все приехали давайте чуть чуть пониже передачу поставим может быть он так поедет нет мы приехали летит твои мете а стопа давайте будем тянуть а че делать он даже с лебедкой не идет ни хера там че то короче случилось с этим прицепом что он застрял я не знаю почему то есть мне непонятно почему он там застрял то есть мы его сорвали с места но опять же в принципе мы встали нет ползет пополз 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 я не думаю что в резине есть какая какое то различие то есть я сейчас клоню к тому что то есть что на той например вы также здесь будете буксовать что на этой буксовать то есть я не думаю что она чем то отличается кроме кроме рисунка протектор больше я думаю что ничем абсолютно различий между этими двумя резинами то есть нет вообще никаких и через раз начинает молотить ну вроде ползет вот вот знаете смотрю я каждый раз езжу я смотрю просто как себя ведет грязь и мне сразу вспоминается 2009 год эта грязь она точно так же там выглядела в 2009 году была же нормальная грязь че ты блять сделал с этой грязью зачем ты это вообще все исправил теперь она кусковая получается то есть нахрена ты полез и исправил грязь вы посмотрите на это убожество сейчас подождите я цеплю камеру я просто покажу то что в принципе я вижу да то есть вы смотрите на это я вам могу включить спинтайра с 2009 года вы увидите точно такую же мать его картину что он вот такими кусками выкапывал это что мать твою такое зачем так ты сделал но была же нормальная жижа какого хрена ты взял переделал все мне вот это если честно не очень то понятно то есть для чего было переделывать и вот эти вот отвратительные комки абсолютно отвратительные для чего они какого черта блять была же нормальная грязь зачем ты полез и все сломал блять понимаете когда вот есть люди блять которые думают что так будет лучше да ну то есть в его я так понимаю вы 8 в его случае то есть это именно так и есть вот вы смотрите чем выкапывают короче куски просто в 2009 году большинство из вас наверное еще не было в том году ну в смысле в 2009 только в проекте может быть были то есть может быть вы еще даже не родились так как меня молодое поколение смотрит и то есть там была точно такая же грязь туда тебе и дорога пес я не буду ничего больше с ним делать просто знаете вот дискус такой небольшой дело в том что раньше раньше было лучше сейчас это выглядит просто отвратно вот вам и вся такая небольшая аллегория ну что вот это блять ну была же нормальная грязь ну нахрена ты все сломал для чего где он видел такую грязь где вот такие куски блять сейчас она выглядит просто отвратно раньше она выглядела гораздо лучше и это вы в принципе можете можете то есть чтобы не быть голословным то есть вы можете зайти в спинтайрос простой спинтайрос и там посмотреть как себя ведет грязь и вообще как он копает и выкапывает что он там выкапывает то есть там это выглядит хорошо здесь это выглядит просто ужасно для чего он это сделал я думаю что для экономии для экономии производительности то есть вот эти куски их проще сделать чем взять и сделать жижу я так думаю это Я так думаю Как думаете вы, напишите мне в комментариях Всем огромное спасибо за просмотр Ставьте лайки, комментируйте Ссылка внизу в описании Подписывайтесь на канал Я по-моему это говорил уже Всем удачи Всем пока